всем привет это наш обзор под названием научно-познавательная передача аукцион номер 168 арцейл инфо пройдет с 26 апреля по 9 мая подчеркну еще раз с 26 апреля по 9 мая последний день и собственно день когда развернутся основные события будет 9 мая мы будем на боевом посту что называется прямом переносном смысле а вы оторвавшись от праздничных столов ну придется прильнуть к экранам голубых экранов дай побороться и побороться ибо есть за что меня сейчас спросит а почему так такое расстояние до такое большой промежуток 26 апреля еще раз подчеркну по 9 мая ну потому что это будет длинный аукцион так называемый мы решили между праздниками какую-то суету не устраивать а вот перед праздниками начнем и сразу по их окончания и мы тоже закончим так что есть время подумать посмотреть ну и поучаствовать тоже самое свободное время самая так сказать ударная пара для коллекционер тем более еще раз подчеркну есть на что мы специально никогда не стараемся не под какие юбилейные не под какие там вот подобного рода длинные аукционы которые кстати говоря проходит всегда весьма успешно тем не менее специально ничего не стараемся собирать там кого-то обзванивать вот у нас будет такой сякой юбилейный пожалуйста вы нам принесите мы четко работаем по графику каждой неделе каждой неделе каждой неделе вот с такими редкими когда уходим на двух недель вот как сейчас есть свои плюсы и свои минусы скорее больше плюсов чем минусов с учетом всех обстоятельств на что хочется откликнуться коротенько перед обзором лотов что уж тянуть посмотрите только что закончилась арт-ярмар карт москва что она показал мы при этом мы сейчас будем петь чужих слов мы на ней не были и вообще в принципе такого рода участие в каких-то таких мероприятиях мы для себя считаем неэффективным ну совсем уж бесполезная трата времени я бы не назвал но вот неэффективным почему потому что мы в интернете кстати забавный казус на эту тему пришел к нам в офис один из наших давнишних коллекционеров которые паре приносят в том числе и в том числе картины на аукционы и уже не раз было продано уже не раз получал деньги все хорошо добрые приятные отношения пришел наш офис наконец-то за много лет первый раз посмотрел по сторонам ну да как там анекдоте чистенько все хорошо и вдруг задает нам неожиданно вопрос а где же аукцион вот офис вашу комнату я вижу а где же аукцион я вам показал на компьютер небольшого размера аукцион наш вот здесь вот в этой маленькой коробочке мы в интернете друзья мы нам участие в каких-то вот оффлайн мероприятиях практически бесполезно потому что наша аудитория это многие тысячи кое сейчас не собираются ни на какие оффлайн мероприятия к сожалению к сожалению поэтому здесь совсем другие технологии продвижения том числе вот эти наши с вами и ролики в youtube которые мы снимаем вы смотрите это очень рабочая ситуация очень рабочие но тем не менее арт москва на которой мы не были поем чужих слов участников посетителей так далее первое наблюдается дефицит картин вот первое что отмечается дефицит картин сужается сужает сужается меньше 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 там дополнение разнообразные дать современное кустом вместе с антикварным искусством вместе с декоративным искусством и чего-то еще чего-то еще это все нет хорошей жизни это все попытка наполнить какое-то пространство хоть чем-нибудь понятно объективно понятно но говорит это одном единственном хороших картин становится меньше нечего показывать особо здесь я не удержусь и подчеркнул не в нашем случае у нас слава богу сами вы свидетели и сегодняшний наш обзор будет тому подтверждение то же самое вот уж чего-чего от дефицита хороших картин здесь нет и это еще одно сразу же вот здесь такой переходик процент ну там многие посетители опять же говоришь и на арт москве мало того что мало хороших картин так еще и для тех что есть какие-то космические цены ну друзьям это специфика мы пришли специально такую ярмарку где все стараются и заработать и там все-все-все-все весь маркетинг весь пиар все отбить все затраты естественно здесь что на это жаловаться а в нашем случае цены с одной стороны действительно давайте откликнемся вот в очередной раз мы периодически это говорим и уже многие возникает такое ощущение процента насколько можно мы все знаем знаем да не знаем все время этот вопрос возвращается смотрите есть некая странная точка зрения про среднюю температуру по больнице что на всю живопись на все искусство выросли цен и поэтому там это все сейчас инвестиционно очень выгодно и т.д. и т.п. друзья мои нет средней температуры по больнице есть каждый отдельно взятый пациент или в нашем случае картина за топовые ударные вещи действительно идет борьба поэтому они попадают на аукцион вот это вот революционное событие последних полутора-двух лет когда хорошие работы качественные ударные стали по и приходить на аукцион с большим желанием вот эти картины сюда да если отмотать назад 5-10 лет это невозможно себе представить вот этот уровень картины открытых торгах невозможно представить а сейчас есть ровно потому что раскушали что называется распробовали что вот здесь действительно существует и возможно и что самое главное прозрачно реальная борьба реальный рост цен но еще раз подчеркну на топовые ударные вещи и это стоит того те кто выигрывают выигрывают дважды вверх выигрывать приобретая картины и плюс делают очень правильные инвестиции на серьезную перспективу тем более в наше сейчас непонятное время что творится с деньгами ценами вообще соответственно вот на эти топовые вещи действительно иногда бывают феноменальные результаты не всегда иногда а бывает и наоборот можно подловить очень удачную вещь очень удачно но уж никак не на все значит а уж средний то что мы неоднократно вам подчеркивали средний уровень нижний уровень цен на работы неплохие нехорошие мы сейчас говорим про среднюю ценовую и нижнюю ценовую аудиторию до набор картин там 20 тысяч рублей 100 тысяч рублей 200 тысяч рублей вот это тяжело на это нет никакого роста вот это цена эти работы как стоили 5 лет назад 10 лет назад 20 30 тысяч так они остаются никакого роста здесь нет только топовые вещи ну к ним и переходим поехали то и подтверждение моих слов вот эта работа которая у нас с вами на обложке вступления перед нами конечно же дмитрий краснопевцев морская звезда 1960 ведь какая красота красиво разговаривали только что с несколькими знатоками краснопевцева и бытует ну не то чтобы миф не то чтобы какое-то историческое но неважно что все натюрморты дмитрий краснопевцев выстраивал живьем поэтому все что я задел все что мы видим на его картинах вот эти сложные композиции состоящие обязательно в тишине в покое и главное в равновесии вот это вот важнейшее обстоятельство они все живьем быстро на как вот эта морская звезда и тарелка что это все положено поставлено и таким образом идет срисовывание с натуры когда мы разговариваем с основным главным экспертом знатоком по дмитрий краснопевцева хорошим знакомым при жизни александрю шакова издатели многих по потрясающе полезных книг он говорит что это не совсем так потому что работа краснопевцы краснопевцева это плод большой серьезной работы и основное выстраивание происходило у него в голове множество эскизов вот этих вот набросков поиска этой композиции и дальше да вот это происходит волшебство когда мы думаем что все вот эти сложнейшие построения это все выстраивалась где-то вот как карточный домик да и все вот это висела стояла подвешивалась прислонялась и тогда давно вот не совсем так хотя конечно красивая история что все вот так и было но что было на самом деле на самом деле было на деле было дмитрий краснопевцев ввел достаточно затворческий образ жизни нигде не был нигде не путешествовал и зная его любовь к черепкам каким-то вот таким вот кувшинчиком странным предметом кракушкам вот как рис вот каким-то сушеным морским звездам и что-то в этом духе его знакомый приятель ему это все привозили и он это все использовал я имел счастье бывать квартире наследницы где еще живы эти шкафчики еще живы все вот эти вот предметы которыми наполнена его картина это конечно так унуться вот в реальность что называется краснопевца его карте практически в его картина это конечно феноменально просто вот прям ты видишь это все и можешь потрогать руками очень круто очень круто нашем с вами случае работы 60 года за год до переломного момента музей назначения между прочим валерий силаев и присваиваем конечно обратим внимание на экспертизу за год до переломного момента дальше начинается его относительная монохромность резкое ограничение по цвету а здесь она еще присутствует это вот прям вот буквально буквально вход в основную творческую такую прям вот широкую магистральную тему дмитрий краснопевцев и тем не менее работа безусловно узнаваемая очень красиво и что самое главное очень хорошие цены у нас было сейчас несколько работ ценник был будь здоров но другого и не может быть на краснопевцев тем не менее борьба тем не менее приобретание все это присутствует а вот здесь друзья мои но побороться побороться особенно кто выстраивает вот эту творческую линию до был такой был такой стал такой и вот его такое развитие это конечно нельзя пропустить тем более за звездой давайте кому-то повезет во время как и его классический цветок 90 год работа мало того что с экспертиза то что мы любим с вами картиза обязательное явление мало того что да так опубликована каталоге выставки которая прошла в 2005 году работа разных лет из частных собраний шедевры владимира яковлева эту книжечку мы подарим тому кто приобретет работу смотрите цветок что собственно является магистральной темы просто вот главной линией владимира яковлева это все понятно это все знают но чаще всего мы обращаем ваше внимание вот эту хрупкость изображаемых им портретов цветов эту ранимость да она видна на чувствуется такая такая драма до присутствует понятно мы все знаем его биографию мы уже про нее с вами рассказывали касались кто не знает погуглить и почитайте это конечно ну драма что еще сказать этот цветок отличается мне сейчас опять скажешь но начал выдумывать высасывать из пальца не совсем не совсем за залить а прочитаю как нам сам не владимир богданов им большой привет в этот раз яковлев выбрал для своего портрета экзотический цветок с длинными острыми лепестками мятежный дерзкий эмоциональный жизнерадостный находка для коллекционер вот так а вы не хватает вот этого всего перечисленного в исполнении владимир яковлева несколько просим хорошая цена друзьям и хорошая цена при всех вот этих вот слагаемых которые мы сейчас вами перечислили вообще находка и подарок коллекционера тут уже что да то да так что давайте воспользоваться побороться приобрести нам сказать спасибо переходим к следующему и раз у нас с вами длинный аукцион не побоимся и в этот раз поставить сразу две работы зверю первая из них по так сказать по дате создания это башня картина датируется 50 конец пятидесятых сейчас я подробно расскажу и про нее и про вторую вторая картина портрета оксаны осеевой в желтой кепе 71 год вот эта работа замечательная и к ней сейчас тоже вернемся и так по порядку башня чем примечательна эта работа а тем что если мы внимательно на нее посмотрим то вдруг увидим что у нее обожжены подпалены поэт поля это очень важная важный нюанс качество хотел сказать да это добавляет качество картине почему потому что на из коллекции к самого кастаки она попала в пожар в его даче баковки из которой все это спасалось и это говорит уже это вот наш с вами длинная и важный разговор о том из какой коллекции картина потому что в серьезных коллекциях серьезных коллекционеров чаще всего чаще всего присутствует самого высокого уровня картины самого высокого а уж те которые были в коллекции к самого кастаки безусловно прошли это оценку качества безусловно все они большинстве своем не все уехали за рубеж и тут смотрите какая идет история этой картины для два графика конца 50-х башня происходит из собрания георгия кастаки позже она перешла по наследству к елене дымовой кастаки которая оставила подтверждение на обороте работы относится к особо ценному ташистскому периоду зверево и большинство таких работ уехал звери вот это то что мы с вами сказали важная история поэтому а ребята ребята извините за такое фривольное пони брат сказать друзьям и те кто собирают увлекается зверевым и не имеет до сих пор в коллекции работу из того самого знаменитого пожара него не пройти вот нужно иметь хоть одну такую работу просто нужно и в том числе когда к вам придут какие-то гости безусловно я уж тем более такие гости как мы рассмотрены любящие все это и обнаружит ваши коллекции такую работу но боже мой это больше пилотаж высший пилотаж но переходим ко второй работе до обязательно экспертиза безусловно безусловно что нам тут имеет музейное значение конечно тут мы совпали с валерием силаевым вторая работа муза анатолия зверю вот конечно же тоже экспертиза здесь тоже имеет музейное значение 71 год почему мы так останавливаемся муза что это такое зверев познакомился с асеевой когда и той был уже 70 лет и был уже 70 лет пик ее такой мощной женской популярности был на приходился на двадцатые годы двадцатого столетия 1920 она разбила немало сердец тамошних авангардистов фатуристов и прочих деятели искусства и тем не менее несмотря на эту разницу в возрасте зверев и и это всегда очень тщательная работа это всегда вдохновение безусловно это чувствуется его отношение к этой женщине безусловно а их отношения были очень непростой со скандалами громкими там с вызовом милиции бог его значим потом примирение очень нежные и тогда интересно и опять же если в коллекции до сих пор нет одна из лучших работ одна из лучших один из лучших портретов оксана асеева друзья редкая возможность не просто пополнить коллекции а заполнить дыры вакуум который вот в общем ряду присутствует так что мы побороться тем более время есть изучить подумать собраться силами и 9 мая давайте переходим к следующему попробуйте угадать кто перед нами ладно не будем не будем интриговать перед нами иван чуйков обнаженная 1963 год почему я так подчеркнул потому что мы знаем любим и ценим чукова как концептуалиста основа его работ это окна давайте два слова про него художник сретенской группы куда входили кабаков булатов инкелевский одно из его фирменных разработок стали окна концептуальной картины нарисованы поверх сложных храм а в этот раз работа ранее предшествующей всему остальном здесь мне кто-то скажет ну это же не тот характерный нужный нам концептуалист чайков а это вот то что было чуть ранее так то оно так но если мы заглянем статистику аукционных продаж то мы вдруг обнаружим что в двадцать первом году то есть пару лет назад всего-то навсего до всех этих событий когда соби крести проводили еще фирменные русские торги подобного плана шестидесятых годов работа чукова выставлялась на собеси с оценкой 70 тысяч фунтов у нас гораздо 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 демократичнее выгоднее просто гораздо невозможно сравнить так что кому интересен чайков особенно его ряд каким был каким стал ты можешь на работа хороша редкая возможность обязательный атрибут таких вещей экспертиза так что мы с вами имеем полный как всегда законченный комплект том числе для инвестиций подтверждение редкость качество экспертиза и цена так что друзья мы воспользоваться переходим к следующему вот еще один редкий гость аукционов и мы переходим плавно с вами в рубрику рубрику 70 игорь макаревич работа называется и вот тут начинается интересный рассказ работа называется космический крест буратино 2006 год но где здесь крест мы видим и понимаем насчет космический но понятно это и малевич это авангард это мы сейчас еще обсудим а вот где здесь буратино слушайте тем кто впервые сталкивается с упоминанием буратино в творчестве концептуалисты игоря макаревича стоит иметь в виду что речь идет не о персонаже из золотого ключика из той самой сказки до буратино макаревича это продукт раздвоения личности душевно больного бухгалтера дерево обрабатывающего завода николая борисова о как он становится одержим идеи николай борисов бухгалтер становится одержим идеи единение совсем древесном навязчивые идеи превращения в дерево вот так вот довольно сложный концептуальный ход макаревич использует с 96 года его буратино путешествует по работам малевича проступает в них а порой и материализуется качестве самостоятельного персонажа с длинным носом впрочем в нашем с вами случае этот буратино остался только в названии и тем не менее вадимир богданов сейчас находясь по ту сторону голубых экранов издалека и под этим ракурсом вдруг его увидел центре противность точно он здесь есть друзьям и вот мы сейчас записывали вам на ваших глазах произошло волшебство на ваших изумленной публике до из цилиндра достали зайца буратино здесь есть это открытие произошло прямо сейчас вот в этом свете вот этих софитов по-другому мы не видели мы фотографировали и мы ее рассматривали изучали концептуальность изучали всю эту историю а увидели сразу в середине этого креста сидит мальчик буратино и читает букварь вот поэкспериментируйте с цветом и вы его там увидите но у просто фантастика друзья картина заиграла другими красками как это не забавно применительно к черному черно-белому изображению но это так вот видите вот вот что творит настоящее искусство крест животворящий да как еще одна фраза из другого фильма но все один к одному друзья мои просто нельзя пропустить потрясающая работа по очень хорошей цене добавлю я великолепно просто ну здесь столько намешано всего что любо-дорого любо-дорого и малевич со своим первой символами до супрематизма и новой так с этим новоизобретенные до вкрапления в этого все вообще супер ну все у меня нет слов воспользоваться приобрести приобретет лучи поддержки давайте переходим к следующему продолжаем тему семидесятников работы игоря кислицына звонкая весть 2010 год холст масла 100 на 80 ну размер да вот это мы сейчас еще раз отметим что мы знаем про игоря кислицына семидесятник экспрессионист участвовал в резонансных выставках павильоне дом культуры на в днх в семьдесят пятом году позже в горкомовских выставках на малой грузинской выставлялся за рубежом на выставках музея современного русского искусства в изгнании александра глезера конце семидесятых кислицын занялся реставрации кон принимал участие в масштабных церковных реставрационных проектах у меня сейчас в этом месте спросят а к чему это все я но участие в резонансных выставках понятно говорит об уровне и месте в истории художника ну а то что он занимался реставрационными работами каких-то там икон даже пусть и в масштабных это это все здесь зачем а вот зачем говорим это все не просто так потому что с этого времени в его живопись входит поэзия духовности иконографические сюжеты алхимия средневековья и тема радостного апокалипсиса одним из характерных сюжетов кислицын на с тех пор становится тема всадника витязя символизирующего борьбу и победу света над тьмой и это ровно то что мы видим с вами перед собой вот оно все все что здесь было сейчас мной перечислено вот прямо здесь перед нами такая красота отметим сразу по очень хорошей цене качественная безусловно высокого уровня живопись мощного художника по очень хорошей цене взял и воспользоваться переходим дальше и переходим в рубрику русская классика вот вам ответ друзья тем скептикам которые говорят что мы специализируемся чуть ли не специально на 60 ника никакой специализации нет что приносит то приносит вспомните мое вступительное слово когда я говорил про дефицит дефицит антикварной живописи словно фон клевер а перед нами старший отец юлий фон клевер безусловно относятся к антиквариату причем такого очень популярного востребованного уровня качества и перед нами обязательно экспертиза вот друзья мы один из всех художников вообще к антиквариату относиться надо в этом плане очень серьезно очень серьезно и к клеверу особенно потому что в этом смысле клевер стал жертвой до своей же собственной популярности гигантский спрос его работы были в коллекциях императоров александра второго александра третьего картины приобретал павел третьяков во принципе пользовался спросом причем что пейзажи вот эти дремучие да они чаще всего из головы это не натурная что называется съемка это выдуманное тем не менее абсолютно узнаваемые абсолютно клеверовский абсолютно вот просвечивающее солнце закатное это вот его прям фирменная фишка и вот эта бешеная популярность привела к тому что нужно было делать много поэтому была своя школа были свои ученики или там студия не знаю как это называлось то время которые в этом же духе эти работы называются клеверки вот на это особое внимание наш с вами случай еще раз покажу абсолютная стопроцентная гарантия и уверенность по очень хорошей цене очень хороший качественный клеверовский пейзаж красота воспользоваться приобрести с учетом того дефицита что чем я говорил безусловно воспользоваться было закончили но придется немножко продолжить вспомнили важную деталь и особенность вот заговорив про вот это закатное просвечивающее солнце нельзя не упомянуть что эти работы этот художник произвел очень сильное впечатление на владимира немухина любимого нами и вот те самые знаменитые его супер слоны с кругом посередине красным это не супрематизм не малевич и не русский авангард это как раз эпизод взятый из работ фон клевера вот это солнышко и перекочевала в его супер слоны поэтому я из вас кто сейчас имеет у себя в коллекции супер слонов посмотрите и сравните и кто не имеет ну все впереди а уж тем более применительно к нашему с вами сюжета как все связано вы обратили внимание ни разу нет ни противопоставление не вот это было раньше это классика это вот стало сейчас современное простое мало выразительное уж тем более совсем не сложно вот все вместе оказывается все вместе неразрывно из одного переходит другое какая красота теперь уже точно переходим к следующему совсем было закончили но не удержимся и еще одну работу два слова два слова перед нами арон бух и перед нами подсолнухи причем коллекционер который принес хорошо знавший друживший с ароном бухом рассказал ну ним небольшую но подробность очень интересную и хочется ее оставить вот в этом интернет пространстве цифровом для будущих поколений называется не просто подсолнухи это подсолнухи искусственно они стояли в мастерской буха и он именно с них и писал подобные вещи еще у него были розы высушены это букетики засушенные вниз головой до когда они вот в этой форме своей и остаются но это уже совсем другая история и поэтому поговорим как нибудь еще замечательная работа по очень хорошей цене кто присматривает буха обратить внимание мы на этом заканчиваем еще раз в конце озвучу длинный двухнедельный аукцион оканчиваться будет 9 мая так что оторваться от праздничных столов и прыгнуть к экранам наших с вами телевизоров и мониторов 21 лот несмотря ни на что каждую неделю по ссылочке внизу почитать поизучать прицениться и поучаствовать безусловно в торгах давайте удачи нам все до следующих встреч субтитры создавал DimaTorzok